МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучшее в Митинвесте. Запорожские металлурги стали победителями конкурса «Трудовое соперничество». Передовой опыт. Железнодорожники Украины знакомились с программой ремонторизации локомотивов на ПАО «Запорожсталь». 1200 нерестовых гнезд. Запорожские школьники участвуют в экологической инициативе «Спасем Днепр вместе». Качество и безопасность в Киеве наградили лучшие предприятия группы Митинвест. И снова среди лидеров Запорожье. Уже третий год подряд именно запорожские металлурги завоевывают первенство в конкурсе «Трудовое соперничество». По итогам работы в 2018 году награду получил коллектив Запорожского коксохимического завода. «Господа, хочу поздравить вас, как победителей трудового соперничества в этом году. Аплодисменты». Мы гордимся, что нас так оценили. Мы гордимся нашими достижениями. Но на самом-то деле это прежде всего мотивация. Мотивация в дальнейшем работает точно так же с такими высокими результатами, как есть сейчас. Мотивация ставить перед собой более амбициозные цели и их достигать. И я уверен, с таким коллективом, как «Запорожь Кокс» у нас все получится. Часть мощностей Запорожского коксохимического завода сейчас в составе комбината «Запорожь Сталь». В конкурсе «Трудовое соперничество» коксохимический завод участвует уже не первый раз. Однако именно в 2018 коллективу предприятия удалось получить заветную награду. Вы знаете, мы долго шли к этому моменту, и я действительно по-настоящему горжусь всеми достижениями нашего предприятия. Я хочу пожелать, чтобы наш коллектив не сбавлял темп, достигал все новых и новых высот. И вот в новом формате, в славной семье «Запорожь Сталя» я уверен, что коллектив «Запорожь Кокса» ждут новой победы и яркий успех. Комбинат «Запорожь Сталь» становился победителем в конкурсе «Трудовое соперничество» уже дважды. Генеральный директор Ростислав Шурма говорит, в «Запорожье» есть свой рецепт успешной работы. Для того, чтобы достигать успехов таким большим коллективом, каждый должен быть по-настоящему патриотом в свое дело. Он должен любить то, что он делает, он должен любить свое предприятие и быть действительно небезразличным. И что очень важно, это командная работа, поэтому каждый должен чувствовать плечо и поддержку своего коллеги и своих коллег, которые работают вместе с ним. Ну и самое важное – это стремление, это общая цель. Мне кажется, это у нас хорошо получается. Наш коллектив был всегда лучшим, есть лучший и, уверяю, будет всегда лучшим. Награды за свой труд получили работники каждого представленного предприятия. «Металлурги» отмечают это достижение всего коллектива и каждого в отдельности. Без коллектива ничего бы не получилось. Это единая команда, которая работает, слажена. И вот результат. Действительно, нужно теперь так отработать, чтобы и 2019 год был не хуже 2018. В этом году в «Метинвесте» заявили о закрытии конкурса «Трудовое соперничество». Зато 2019-й дал старт новому проекту «Профессиональная Лига Метинвеста». Вместе с названием изменятся и правила. Теперь предприятия будут бороться по более жестким критериям и требованиям к качеству, безопасности и производству. Наш комбинат три года участвует в данном трудовом соперничестве и все три года мы устойчиво побеждали. Я уверен, что этот кубок останется у нас. Появится новый какой-то кубок, но мы его тоже привезем в Запорожье. За него и поборемся. Запорожским «Металлургам» также вручились культурную композицию под названием «Профессионализм». Которая символизирует достижения запорожских предприятий. Я уверен, что благодаря таким профессионалам, как вы, мы готовы развиваться, мы готовы искать решения непростых проблем и мы готовы становиться завтра лучше, чем мы были вчера. Я верю в то, что мы с такой командой сможем достичь лучших практик и в неправильных совершенствованиях, и в безаварийной работе, и, конечно же, в охране труда. И залог всего этого – это ваше неравнодушие, ваша готовность работать в команде и ваш профессионализм. Вы и есть наша сила. Спасибо вам за это. Модернизация в действии. На базе комбината «Запорожсталь» прошла конференция железнодорожников. В ней приняли участие представители металлургических и тепловозоремонтных предприятий со всей Украины. На конференции обсуждали вопросы ремонтуризации тепловозов. Это уже вторая конференция, которую мы организуем на эту тему. Первая состоялась в 2017 году, когда мы получили первый пилотный проект от Николаевского тепловозоремонтного завода, чтобы увидели, что в принципе это возможно и этот проект можно реализовать. И вот после того опытного локомотива мы сделали ремонтуризацию еще четырех машин, из них три на Николаеве, один запорожский. На «Запорожстале» уверены, подобный обмен опытом с коллегами позволит в дальнейшем внедрить новые технологии модернизации тепловозов на комбинате. Мы хотим услышать обратную связь для того, чтобы понять, что мы делаем хорошо, что мы должны еще обратить внимание и сделать выводы на будущее, 20-е и дальше перспективные годы. Потому что мы собираемся заняться ремонтализацией всего локомотивного парка. И мы в начале пути, мы хотим немножко скорректировать вектор развития, чтобы понять, как нам дальше двигаться и не сделать ошибок. После активных обсуждений участники конференции отправились в локомотивное депо «Запорожстале». Здесь они могли сравнить между собой два локомотива. Один из них ремонтализировали на Николаевском заводе, второй – на Запорожском. Своими впечатлениями от увиденного поделился представитель Днепровского медкомбината. Интересно сравнивать, когда стоят два тепловоза, которые сделаны разными предприятиями. Плюс у меня в голове тепловозы, которые для нашего комбината ремонторизировал Вильнюсская локомотиворемонтное депо. Поэтому я смотрю, сравниваю, нахожу какие-то преимущества, какие-то недостатки. Потому что, как говорится, совершенству нет предела. На комбинате «Запорожсталь» отмечают. Программа ремонторизации на предприятии успешно действует более двух лет. За это время капитально отремонтировали пять тепловозов. Это действительно очень перспективное сейчас направление, которое позволяет, во-первых, получить колоссальную экономию. Это порядка в семь раз дешевле. Дешевле обходится ремонторизация, чем покупка аналогичных тепловозов, скажем, европейского образца, которые стоят порядка больше двух миллионов евро. Ремонторизация максимум нам обходится порядка 300 тысяч. И это позволяет тепловозу, по сути дела, дать вторую жизнь. На комбинате планируют модернизировать все тепловозы. В скором времени ремонторизацией будут заниматься и непосредственно в локомотивном депо предприятия. Для этого есть все необходимое оборудование и документы, которые позволяют выполнять подобные работы. Мы получили сертификат. Мы сейчас имеем право производить капитальные ремонты, производить подобные виды ремонтов. И наши тепловозы будут иметь право выезда на пути общего пользования. Это на станцию примыкания, нашу Запорожье, левая. На побережье Днепра в селе Отрадное собрались ученики трех запорожских школ. Они – участники экологической инициативы «Спасем Днепр вместе». Месяц назад дети учились изготавливать нерестовые гнезда, а сейчас участвуют в их установке. Вода будет чистая, икры будет больше, рыбы будут здоровые. Не будет ничем болеть, что потом будет в пищу передаваться. Лично мне было очень интересно посмотреть, как установлены нерестилища и как проходит весь этот процесс. Искусственное нерестилище состоит из металлического кольца и сетки. Его привязывают к пустой пластиковой бутылке, своеобразному поплавку. В этом году установят около 1200 таких гнезд. Даже если происходит какой-то перепад воды сброса от гидроэлектростанции, от Днепра, то искусственное нерестилище, оно всегда находится в толще воды. То есть за счет того, что существует поплавок, оно естественно, то есть время регулируется, находится в толще воды. Это основное преимущество искусственных гнезд, которые помогают сохранять популяцию рыбы в Днепре. От процесса их установки дети в восторге. Неоднократно мы с девятого класса принимаем участие в «Спасем Днепр месте», в разных квестах, которые организовывает «Запоросталь». И всегда это интересно, всегда что-то новенькое каждый год. В этом году мы поездили на лодке, это было так прикольно. Это очень классно, если честно. Инициатор акции – общественная организация «Зеленый центр Митинвест Запорожья». Благодаря сотрудничеству с обществом охотников и рыболовов за 7 лет в Днепре было установлено около 7,5 тысяч нерестовых гнезд. Нам удалось действительно достичь очень больших таких хороших показателей в плане улучшения нашей главной водной артерии – реки Днепр. И сегодня мы действительно на практике показали школьникам, как это все работает, и очень важно, что «Зеленый центр Митинвест Запорожья» заинтересован в экологической грамотности среди школьников и в привлечении их внимания к нашей жизненно важной артерии города Запорожья – реки Днепр. Дети говорят, довольны, что сделали свой вклад в спасение Днепра и на этом останавливаться не собираются. Спасем Днепр вместе! Молодые, талантливые и амбициозные. В Запорожье состоялся галоконцерт районного фестиваля детского и юношеского авторского творчества «Джерельце». Проводят его уже 13-й год подряд. На этот раз он посвящен 50-летнему юбилею Заводского района. Приятно, что дети находят себя не только в компьютерах, в гаджетах, они еще и занимаются тем, что может пригодиться в жизни, могут стать великими художниками со временем, музыкантами, прославить не только Заводские районы, а город Запорожье и Украину. Цель фестиваля – поиск и поддержка талантливых детей, развитие их творческих способностей. Педагогам и ученикам музыкальной школы номер 4 в этом постоянно помогает Запорожский литейно-механический завод. Благодаря поддержке есть результат. У нас 4 номинации в фестивале – это композиторская творчесть, образотворческое мистецкое, литературная творчесть. И третий год уже у нас проходит еще одна номинация «Погляд», где дети створяют видеоролики. На три хвилины видеоролики, присвященные Заводскому району. В этом году в фестивале приняли участие более 70 детей. На сцене они показали лучшие свои номера. Нервничали, но было несложно. Сыграли хорошо. Лично для меня победить – это означает быть лучше. Ну, как быть лучше? В самом первом месте быть. Да, хотя бы какое-то достижение. Победить, но победа, радость. Мне больше всего удается петь. На втором месте у меня – я артистична, такая веселая. И в третьем месте у меня просто выхождение на сцену. Мне дает силу поддержку. Поддержка моих родителей, поддержка всех. Я так добиваюсь каждого. Я поставила себе цели, да и не им. Лауреатов фестиваля наградили грамотами. К тому же талантливую молодежь поддержали памятными подарками представители городской власти и промышленных предприятий. Со школой номер 4 музыкальной мы за короткий период стали настоящими друзьями. Учащиеся из школы приезжают к нам с концертами. Это прекрасное событие для наших трудящихся в том числе. Очевидно, что дети очень талантливы. И хочется пожелать им огромных творческих успехов и удачи. В награду за инициативы комбинат «Запоршталь» посетили школьники, которые участвовали в 4-м форуме социальных инициатив. Традиционная экскурсия началась с диспетчерской, которая находится в заводе управления. Здесь школьники смогли увидеть, как работает система предприятия на ладони. После экскурсанта направились в цех горячей прокатки «Тонкого листа». Мне очень понравился горячий цех. Вообще очень все эффектно выглядит так. И очень интересные экскурсоводы. Они все подробно рассказывают. И при этом еще с юмором такие на все вопросы отвечают. Непрерывный травильный агрегат, который находится в цехе холодной прокатки номер один, впечатлил школьников не меньше. Это очень расширяет мой кругозор, в принципе. И практически вся информация, которую говорили, была для меня новой. Потому что я не особо интересовался обычно технологическим процессом. А тут так все нам подробно объяснили. Последняя локация экскурсии – уголок живой природы в управлении железнодорожного транспорта комбината. Дети признаются, производство представляли немного по-другому. Я, наверное, больше думала, что там люди работают. А вот нам рассказывают, что все как-то переходит на машины. Я узнала о том, что у нас сейчас борются за экологию, на заводах очищают. И все это идет к европейским стандартам. Это очень круто. Школьники говорят, после экскурсии стали задумываться о темах своих научных работ для презентации на следующем форуме социальных инициатив. Я был очень заинтересован, когда нам рассказывали про то, что больше в Днепр никаких отходов не сливают. И как это все вообще происходит и зачем. Поэтому вот думаю насчет следующей научной работы. Организаторы экскурсии уверены – возможность увидеть масштабное производство поможет детям расширить кругозор и определиться с будущей профессией. С этими замечательными детьми мы познакомились на городском форуме социальных инициатив. После мы провели для них круглый стол, на котором вместе обсуждали, как же все-таки сделать Запорожье европейским городом. И по итогу этой встречи стало ясно, что будущее Запорожье в надежных руках. Очень надеемся, что сегодня мы немножко расширили кругозор и подарили яркие, интересные впечатления от того, что показали, как же все-таки выглядит изнутри одно из крупнейших промышленных предприятий в Европе. Открытое первенство по художественной гимнастике «Астра». Проведение чемпионата в Запорожье поддержал Запорожский коксохимический завод. В соревнованиях приняли участие спортсменки из Запорожья, Днепра, Каменского, Энергодара и Мелитополя в возрасте от 4 до 16 лет. Всего более 200 девушек. Спортсменки говорят, соревнования – прекрасная возможность показать свое развитие и собственные навыки в любимом спорте. Я пятый год занимаюсь гимнастикой, и мне она нравится, потому что здесь меня научили многому. И я теперь умею со всякими предметами работать. Мне нравится, потому что мы здесь делаем разные упражнения – лента, булавы, мяч, обруч, скакалка. Уже шестой год художественной гимнастикой занимается и девятилетняя Карина. Говорит, не представляет своей жизни без этого красивого вида спорта, а потому ежедневно усердно работает ради воплощения своей мечты. Я попросила маму пойти на гимнастику. Мама мне разрешила, мне очень понравился этот вид спорта – легкий, воздушный. Надеюсь, каждый раз на первое место. Я стараюсь стать чемпионкой мира, это моя мечта, главное. И я к этому стремлюсь. Тренер Карина Наталья уже 10 лет помогает детям овладевать искусством художественной гимнастики. Говорит, чтобы выполнить все упражнения на «Отлично», необходимо много усилий. 19 детей привезли, готовились продуктивно, много соревнований уже в конце года, все хотят поступать, поэтому готовились хорошо к настроению. Готовятся усиленно, потому что гимнастика – сложный координационный вид спорта, поэтому нужно набрасывать, нарабатывать работу предмета. А сейчас в гимнастике требуется чуть ли не цирковое мастерство, чтобы ловить предмет. Неизменные участники первенства – спортсменки «Запорожская Дю США Волна», представители которой и стали инициаторами создания соревнований. Они организованы нашими тренерами, и в большей степени эта инициатива была одного из наших ведущих тренеров – Кондратова Яны Сергеевны. Человек старается, и вы видите, насколько профессионально организованы этот турнир. Постоянную помощь школе художественной гимнастики «Волна» и развитию художественной гимнастики в городе оказывает Запорожский коксохимический завод. На проведение турнира «Астра» предприятие направило 60 тысяч гривен. Сегодня мы увидели много юных талантов. Это говорит о том, что город Запорожье развивается, и нам необходимо дальше все наши традиции, связанные с развитием спорта, с развитием наших детей развивать. Конечно, это невозможно, просто чтобы это был однобокий процесс, и здесь необходимо, чтобы все заинтересованные здесь участвовали. Сегодня «Запорожскокс» поддерживает, арендует здание, поддерживает ребят, и я считаю, что по праву Запорожье может стать украинской столицей художественной гимнастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова